Что представляет из себя новинка XP Paint Star 6? И стоит ли его покупать начинающему художнику? А может он подойдет и для профессионалов? Обо всем я расскажу в этом ролике. Привет, с вами Арталаски. Ранее я делал видео по выбору планшета для новичка и мельком пробежался по вариантам из Китая. В этом же видео я хочу остановиться на конкретной новинке от XP Paint Star 06. Первое, что меня в нем привлекло, его небольшая цена за такой вполне себе профессиональный планшет. В нем есть все необходимое для комфортной работы и душевных рисовашек по вечерам. По крайней мере, мне так показалось на первый взгляд, и я решил проверить это наверняка. Если кто не знаком с компанией XP Paint, возникла она в Японии в 2005 году и по сей день производит графические планшеты. В первую очередь, удобные в использовании. Должен сказать, что работать с этим планшетом действительно удобно и комфортно. Если сравнить их с русскими гениусами, так это вообще небо и земля. Заказав планшет с Алиэкспресс, я прождал примерно полторы недели, что достаточно быстро. Посылка отслеживалась прямо на сайте, но и трекинговый номер тоже был, поэтому можно было проследить и на сторонних сайтах, что я впрочем и сделал. Коробка пришла целая и без вмятин. Почти. Но в целом ничего существенного. Порадовало, что внутри коробки лежал вот такой надувной матрас. Не знаю, насколько он хорош, но штука прикольная. Сразу под ней находится планшет в чехольчике. Мелочь, а приятно. Кстати, знаки на чехле меня неплохо позабавили. Еще на нем же есть что-то вроде пломбы. После первого открытия она повреждается, и сразу видно, открывали чехол до этого или нет. Окей, вернемся к нему чуть позже, а пока посмотрим, что было под планшетом. А там у нас разные разности. Поставка для пера и по совместительству коробочка для наконечников. Кабель подключения по USB и какие-то бумажки. А, подождите-ка, да это же перчатка. И фрешка. Гарантийный талон, карточка благодарности с рекламой, инструкция, которую никто не читает, и собственно само перо или стилус. Что насчет перчатки, она налезла на мою немаленькую руку. Ну, не сказал бы, что мне в ней очень уж удобно. Она мне маловато. А вот девушке она оказалась наоборот большой. Впрочем, я могу сказать, да почти про все перчатки, которые доводилось попробовать, но свою функцию скользить по поверхности планшета она выполняет отлично. А зимой будет греть мою руку. Сейчас в ней как-то жарковато. Я сначала не понял, зачем там флешка, может быть тоже подарок, но не совсем. На ней находятся драйвера и программа для настройки планшета, которую, к слову, лучше обновить сразу после установки. Хорошо, вернемся к планшету. На нем изначально есть такая пленочка, ее по идее надо снять. Меня слегка удивило, что на поверхности не было никакой защитной пленки, чтобы не повредить рабочую область планшета, ну и вообще, чтобы она не изнашивалась. Если я не ошибаюсь, то ее можно купить отдельно, но и без нее, впрочем, нормально. Просто мне лично жалко планшет в этом плане. С задней стороны планшета есть крышка, под которой спрятан USB-ресивер и литиевый аккумулятор, которого хватает на 16 часов рисования, а подзарядка длится всего 2 часа. Для тех, кто не в курсе, этот ресивер можно воткнуть в любой USB-порт ПК или ноутбука и пользоваться планшетом без проводов. Таким даже ваком похвастаться не может. А если вы думаете, что это неудобно, ведь нужно брать еще клавиатуру с собой, то спешу вас переубедить. На планшете 6 программируемых кнопок и многофункциональное колесико. Да и на самом перее есть две кнопки. Когда-то я думал, да на кой черт производители пихают эти кнопки, они же бесполезные. И за 5 лет работы на своем задрыпанном гениусе я ими ни разу не воспользовался. Но кнопки на старшесть каким-то магическим образом меня переубедили. Они реально удобные. Их ровно столько, сколько мне нужно. Колесикам по традиции можно увеличить размер кисти, масштабировать рисунок, настраивать громкость музыки в плеере и листать страницы в браузере. Причем все это переключается одной кнопкой. Ну, удобно, что сказать. Давайте наконец заглянем в характеристики. Для сравнения приведу один из популярных планшетов вакуум стоимостью в 30 тысяч рублей. Intuos Pro Medium. Вакуум имеет всего 2048 уровней нажатия против 8192 уровней у Star 6. Это в 4 раза больше. К тому же планшет поддерживает автоматическую коррекцию линий и обладает функцией антишейк. Рабочая область 10 на 6 дюймов. Это 254 на 154 миллиметра, что также больше, чем у вакуума. Разрешение 5080 LPI, как и у вакуума. Легкие, как перышко стилос. И высота его считывания 10 миллиметров, так же, как и у вакуума. А вот время отклика у Star 6. 250 точек в секунду против 200 точек у вакуума. Правда, в беспроводном режиме у Star 6 время отклика также равняется 200 точкам. К слову, планшет также подходит для левшей и правшей. Совместим с виндой от самой весты до десятки. Ну и макос, естественно. А теперь мы подошли к самому интересному. Тестам. Вот такие каракули набросал за пару часов, чего вполне достаточно, чтобы понять, насколько планшет удобен в использовании. И хоть я им пользуюсь уже больше недели, хочу сказать, что я им очень доволен и никаких минусов для себя не обнаружил. Мой вердикт – меньше, чем за 6 тысяч рублей вы покупаете себе более чем достойную альтернативу вакуума, во многом его превосходящего, но в целых 5 раз дешевле. Приобрести этот планшет напрямую у производителя вы можете по ссылке в описании. Продавец уже мною проверен, в чем вы, собственно, убедились в этом видео. И, кстати, если оно вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на новые ролики. Ну а с вами был Арталаски. До завтра! Субтитры сделал DimaTorzok